Всех приветствую! Продолжаем знакомиться с творчеством художников, скульпторов и их биографии. Георг Эммануэль Апис, немецкий живописец и график. Он также написал несколько ныне забытых исторических романов под псевдонимом Богемус. Родился 4 апреля 1775 года в Праге. Его отец, Йоган Апис, был налоговым чиновником, который также работал писателем и редактором журнала и вел переписку с Джакомом Казановой. Его мать, Луиза Филиппина, была внучатой племянницей исследователя Энгельберта Кемпфера. Его брат был баталь, Филипп Максимилиан Апис. После завершения среднего образования в Праге он получил степень юриста, а в свободное время изучал рисунок. В 1793 году он продолжил обучение в Дрезденской академии изящных искусств, где его главным преподавателем был Джованни Батиста Казанова, брат Джаком. В 1798 году зарабатывал на жизнь рисуя богатых постояльцев спа-центра Карлсбад. Около 1800 года жил в Гамбурге и Бремене. Затем с 1801 по 1803 в Вене. В 1805 году он и его жена поселились в Лейпциге, где он создавал портретные миниатюры. В 1814 году после войны шестой коалиции он отправился в Париж, чтобы создать и продать гравюры, связанные с победой коалиции. Он, по-видимому, оставался там до 1817 года, когда вернулся в Лейпциг и создал серию фортов о жизни в Париже, опубликованных Браггаузом. С 1818 по 1830 год работал гравюром в журнале «Урания», также издававшимся Браггаузом. Ему приписываются многочисленные эротические гравюры. В 1820-х годах он создал акварели, которые позволяют предположить, что он посетил Россию и Османскую империю. Во второй половине 1820-х годов стал профессором в высшей школе графики и просвещения Лейпцига. В этот период в Дрездене были опубликованы его хорошо известные сцены лейпцигской мессы. Умер в Лейпциге 12 июля 1841 года. Вот так вкратце из переводной википедии о немецком живописце и графике Георг Эммануэль Апис. Пока-пока, до свидания, смотрим работы.